всем привет друзья продолжаю я тему про iphone и про цены вернее на них и вот какое дело значит исходя из цен которые появились на официальном сайте магазина apple можно сделать выводы сколько айфоны насколько айфоны подешевели и насколько они будут стоить в других магазинах видео там и прочих потому что по традиции здесь стоят они порядка на 5 тысяч там где-то примерно дороже чем других магазинов так скажем вот значит смотрите что получается предзаказ у нас 22 но цены уже есть таким образом можно вычислить сколько они будут стоить допустим в видео в том же или связном или в мегафоне так получается то что у нас насколько во первых подешевели айфончики iphone 12 мини стоил 70 тысяч рублей стал стоить 55 нормально так подешевел на 15 тысяч практически цена упала на 15 тысяч упала цена это очень много неплохая скидка где-то я думал 100 баксов где-то 50 ну думал 100 это максимум 50 думал вот так вот будет скидка тут получается 15 тысяч рублей за iphone 12 скидочка почему-то если не подешевел вообще никак 40 короче как стоил так и стоит значит и самое интересное у нас айфоном 11 потому что это получается из самых таких доступных телефонов ну потому что и съем маленький и он не подешевел а вот айфон 11 подешевел на пятерку цена 50 тысяч на него значит было 55 на 5000 он упал на сайте apple соответственно в магазинах м видео и прочих цена должна упасть на пятерку как минимум исходя из этой логики соответственно если мы зайдем на сайт м видео на я на него уже на самом деле заходил совсем недавно снимал про это видео там стоит по-моему 40 ой 40 я уже размечтался 40 а нет 40 все правильно 48 47 по моему 47 он стоит да потому что я нашел за 43 на тимоле самую низкую цену очень шуток совсем с ума сошел так айфон 11 в тимоле я нашел за 43 500 по промокоду до какого-то там сентября акция есть так айфон 11 а ну все правильно это 128 просто говорю что 50 значит 64 или надо посмотреть вот 47 47 тысяч получается в м видео стоит 64 гига отнимаем 5000 получается 42 тысяч ну принципе как я своем видео и говорил то есть изначально насколько подешевеют айфона я так и говорил что где-то они наверное будут в видео и других магазинах стоить вот так вот 42 43 тысяч рублей в принципе я к этому к этому все и идет мое предположение но по за 43 уже можно купить на тимоле до тимол мегафон официальный магазин тимоле на алиэкспресс там уже 43 500 стоит промокоду поэтому там можно будет наверное купить за 40 а может еще дешевле а может за 39 потому что если мы зайдем на сайт apple американский я на него уже заходил на американский сайт apple то там цена на айфон 11 на айфон 11 499 долларов как и рекламировалась то есть на презентации и это без всяких налогов потом я видео говорил то есть писал один что это там еще не надо вычитать налоги нет позойдите на сайт apple американский там написано что можно уже купить айфон 11 можно просто его взять там выбрать цвет там есть трейдин можно за 20 долларов его купить там в месяц платить короче если ты покупаешь с операторской симкой в общем если ты покупаешь просто без операторской симки он стоит 500 долларов можно выбрать где ты живешь и тебе его бесплатно привезут домой там есть такая вот зайдите на американский рынок короче то есть на американский сайт и увидите 500 долларов он стоит без всяких там этих вот штатовских налогов плюс там так что 500 баксов это 36 тысяч рублей переводить на наши деньги по курсу вот cb ну соответственно ну короче в любом раскладе 40 тысяч должен стоить айфон 11 в этом году ждем скидок вот 40 43 точно стопудово он будет стоить в видео это крайняя цена то есть а надеюсь на 40 все как бы все мы посчитали вернее я все посчитал все вычислил самая выгодная покупка получается айфон 12 айфон 12 получается у нас 15 тысяч рублей скидка и будет он соответственно стоить ну вернее он уже стоит 65 рублей 65 тысяч а это миник 55 жалко что нет про версии очень жаль что нет про версии ну короче вот так вот айфоны делают apple вернее к сожалению видите нету не купить про был бы айфон 11 про был бы он и подешевел бы он был бы круто но его к сожалению нет поэтому я считаю что как за 40 тысяч айфон 11 купить это неплохо но если была бы про версия лучше конечно купить про версии потому что все таки одиннадцатая версия не такая крутая как одиннадцать про в общем вот такие дела а одиннадцать про видите ее сняли с производства так же как и двенадцатую про ну и поэтому про если покупать только тринадцатую она дорогая ну такие вот дела короче с ценами все понятно ждем снижения когда они снизятся ну я думаю в течение месяца точно должно это все дело произойти сейчас покупать смысла нету все на этом друзья всем спасибо за внимание всем пока всем пока не пока я не знаю